Субтитры делал DimaTorzok Главное воспитывать себя внутренне. Читать классику, читать умные книги. В общем, самосовершенствоваться. Вы знаете, жизнь такая штука, мне кажется, нельзя быть готова. Просто закалять себя с детства, с силы духа свой. Ну и как принимать удар судьбы, как оно есть. Учитывая, что к любому удару подготовиться невозможно, нужно в принципе заниматься какими-то обещаниями, вещами, закалять характер, читать хорошие книги, заниматься спортом. К ударам судьбы, наверное, не подготовиться заранее, я так думаю. Встречать с распростертыми объятиями, так скажем. К ударам судьбы, мне кажется, к нему вообще приготовиться невозможно. Так что хоть что, хоть у тебя деньги будут, хоть куча друзей, удар есть удар. Внутренняя сила человека, если она у него есть, или он может ее поднять изнутри, он это сможет. Если человек слабый, вы хоть как его настраиваете, хоть какие деньги вы ему даваете, ему не перешагнуть эту беду. Мне кажется, удары нам жизнь наносит каждый день, и не по одному. Поэтому что к ним готовиться? Постоянная тренировка у нас. Почему только к ударам? Надо готовиться и к хорошему тоже. Чаще хорошее это чаще происходит, чем плохое. В первую очередь нужно быть готовым к этому морально и духовно. А касаемо денег, ну даже не знаю, неплохо иметь запас на черный день, конечно, но он не у всех есть. К ударам судьбы не надо готовиться. Если мы будем к ним готовиться, то мы вообще не будем жить. Поэтому не имеет смысла к ним готовиться, надо наслаждаться жизнью сейчас. Продолжение следует...